Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уиз Мэн! Сегодня у нас среда, и мы едем на море. Короче, едем на море. Все, что еще скорее? Погода в Краснодаре немного странная. Они... Какая-то она такая... Не морская. Не совсем летняя и не морская. Она уже осенняя, начало осенней погоды. Там прохладно с утра самого... Сейчас уже близко к обеду, там все еще прохладно. Я вообще думаю, надеюсь, что на море там все нормально, потому что в Сочи вчера торнадо были. И снег в розовых утре. Да. Идем за матрасом. Эй, Кекша, ты остаешься за главную. За главную оставайся здесь, следи за всем, чтобы никаких этих тут. И никаких тех. Поняла? Поняла. Да ладно, не грусти. Берем матрас и насос, блин. Что-то много всего. Ну что ты, не ты матрас берешь? Сейчас возьму. Не то, что прям варенье, то есть я же его не варю, там час-два. Ну так, чуть-чуть нагрела и все. Сейчас в багажник. Давай, накруди, если же он небольшой. Похрустим по дороге. Да. Все, последнее. Я, кстати, была Марина Николаевна. Серьезно? Да, она спросила, что как горошек. Я говорю, что ужасная стала осенью. И большая. И большая. Длинная колбаса. Вот. И она говорит, ну что, вы как приедете, типа, мы ей уже сказали, что мы уедем как раз. Да, да, да. Типа, как мы приедем, чтобы уже в течение 7 дней переходили на другое питание. Ну все. Добро пожаловать в Лермонтово. Спасибо. Ах. Знаете, и самое прикольное в том, что мы сейчас пойдем кушать первое дело. Да. Знаете, как у меня это родители, как мы едем, куда они вихали. Потому что в Омске там кто-нибудь там, в Чернолучье, где-то куда-нибудь. Приехали. Так, надо сначала покушать, а потом все дела. Ну, все верно. А вот и столовая. Чик-чик. И, кстати, погода нормальная. Да, жарко. Первым делом в магнит закачали за водичкой. А потом в столовку. Что будем есть, не знаю. Гарниры. Гарниры. Реклама Приморской столовой 21. Я вас обманул. Мы здесь не можем оставаться. Уходим в соседние. Это вроде все одно. Ну, можно было взять бенегрин, можно было взять овощи, в принципе. Капустный какой-то салат там был. Нет, капустный там с майонезом. С майонезом? С майонезом. С этим. С маслом. Нет. Короче, идем вот сюда. Тут лодка какая-то. И вообще мужик класс показывает. Все нормально. Ну, вообще столовая такая немаленькая. Да? И это достаточно аккуратненькая. Нет. А-ля Икея. Даже сулаки есть. Греческая еда. Ну, мы почти в Греции. Сейчас там вообще очень, кстати, кайфово и комфортно. Почти как в Греции, между прочим. Вообще, короче, у Алиски то же самое. За все 330 рублей. Я вообще 330 рублей на двоих. Не о чем. Цена не о чем, а еды дофига. Короче, давай тут сядем за стол. Слушай, давай мы, наверное, поменяем салат. Ну, салат, да, между прочим, это и есть мой. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита, ребятушки. Приятного аппетита. Сейчас, короче, покушаем и двигаем на море. Я чувствую, что реально народу не так уж много. Здесь не ощущается какого-то ажиата. Это клево. Кстати, хотела сказать, что, как мы думали, так просто получилось. Мы час сорок выезжали из города. И один час мы ехали до моря. Это вообще... Это обидно. Это очень обидно, да. Надо иметь машину прямо на окраине города. В гараже в конке ехать до нее на самокате. На самокате по трассе. Потом, да, там пересаживаться на машине и, короче, ехать. Смотрите, смотрите, насколько она не хочет, чтобы долг у нее висел. И еду утряхивает. И вот, вот так. А у меня уже со вчерашнего еще плюсанулись 80 раз, по-моему. Да, 80 раз. И за сегодня чувствую еще... Очень сложно, когда ты не дома. Очень сложно. Будильник звенит, а ты, короче, не можешь, ты в машине едешь. А, ну... Ну, придерживаться плана. Когда ты в сидящем состоянии вообще. Да, когда я вот первый день дома сидел, ну, второй день точнее, то вообще без проблем. То есть 500 раз, каждые полчаса отжимаешься по 20 и прям шикарно. Вот так вот надувал я, а лежать будет Алиса. Я погнал в раздевалку приодеваться. Так кайфово. Пляж на Лермонтово нас просто усыпляет. Мы сейчас вспомнили, как мы с горошей приехали, когда она еще мелкая совсем была. А что, это был май месяц? Мы ее подобрали и через пару недель мы поехали. Да, да, где-то так. А мы как раз ее подобрали 10 мая. Приехали, просто завалились. И отрубились втроем. Мы почти уснули, прям на грани были. Сейчас, короче, возьмем гоупроху и пойдем с матрасом попробуем. Не знаю, далеко не сможем, блядь, потому что там волны такие, ветер. Нас внесет далеко. Нас, наоборот, сюда обратно притащили. А может и нет. Ветер-то еще так, как бы к берегу вроде. Я не могу вообще глаза открыть. Да, щурюсь. А может и нет. Ого! Ну чё, прыгаешь? Я не пыталкиваю туда. Кажется, мы должны открыть, ладно? У меня дождь, кажется. Ё-оу! Переворачивайся быстро! Стой! Блин, мы где бы сейчас? Давай! Замерли, да? Да! Наспереть страшнее! Я король, побережье. О, садись на плот. На маленьком плоту. Круто. Держи. Снимай. Блин, а ты... А что, так легче назад, да? Все, есть? Брось мне здесь. Уплывай одна. Не-е-е-е. Мы оптимизировали все. Теперь мой каждый гребет рукой. И вообще ништяк. Нифига мы уплыли, смотри. Скоро мы встретим и пинов. И пиратов сомалийских. Это очень эффективно. Это эффективнее, чем ногами грести. Все, мы искупались и теперь едем домой. Короче, мы порвали пакет, потому что... Ой, мы не смогли обратно... Магнитический пакет. Не смогли обратно запихнуть матрас в коробку, поэтому запихали его в сумку, а сумка порвалась. А магнитический пакет из Самары. А, да ты маму подогнала. Вот. Классно. Прохладно такое, из-за того, что солнце село. Да, прохладно, но было очень круто на трассе. На матрасе было классно. Блин, может, еще все-таки удастся в этом году повторить. Кто знает. Обезьянку жалко. Жалко обезьянку. Жалко, да. Две обезьянки. А я первый раз не ржу. Нет, спасибо. Почему? Не знаю. Шикарный портрет пропадает. Слушайте, она как моя собака. Нет, не хочу. Недорого почти, да. Не хочу, заберите. Блин, она прикольная, она как человек маленький. Я как-то не ожидала, что мне дадут обезьяну на руку. Обычно, если бы и в России была бы... Я, честно говоря, думала, что она просто сейчас скажет, давай деньги ей все сразу просто. Я говорю, ну, из-за того, что мы в России, мы можем по-русски послать. Да. Это тут так не делается. Она мне хорошее напомнила почему-то. Она же такая же маленькая, такая же милая. Да. Ну все, возвращаемся в Красс. Возвращаемся в Красс. Интересно, за сколько обратно едем? Сколько там этот навигатор говорит? Туда же ехать, а? Да, да, да. Два с половиной часа, говорит. Два с половиной? Надо на самом деле посмотреть, через какой мост лучше заезжать. Обещает. Просто, может, мы опять сейчас там как встретим в пробку и будем долго заезжать в город. Ну, да. А через какой? А, ну, в смысле, вон там поехать, типа... Я понял, что... Через мегу можно? Да, типа через мегу. Но это ближе уже нужно будет в городе через час посмотреть по пробкам. Ну, можно и шевеньки по... Зачем ты так? Зачем ты так? Теперь, Костя, только туда. Блин. В городе 10 баллов пробки. Мы решили доехать до Икеи, переждать здесь, немножко перекусить. Благо, она практически по пути. Кайф. Народа почти нету вообще. Сейчас наверх уйдем. А может, и внизу останемся. Это тебе не в столовой где-нибудь, Лермонтова. Шоколадные штучки. Может, и внизу столовой, а цена тоже будет. Мы сегодня заказали, ну, заказали, попросили грибы, шампиньоны в панировке. Да? В панировочных сухарях. Ну, грубо говоря, в тесте обжаренные. Они очень прикольные. 75 рублей стоит одна порция. Там было, кстати, написано 5 штук. Но он кинул не 5 штук. Потому что не было вегателек, он решил, наверное, на даме сдали. Наверное. У нас даже на кассе спросили, это одна порция или две руки? Одна. Ну, мы его просили одну порцию, поэтому тут все по-честному. Может, там и не было 5 штук написано за порцию. Не знаю, но они вкусные. Да. У них какой-то вкус необычный. Прям прикольный. О, и панировочные сухари, блин, они сюда добавляются какой-то такой. Как бы, короче, часто ездить не надо. Что-то масло. В фритюре, наверное, да? А я думала, ты скажешь. Я думала, ты скажешь. Ребята, подайте их деньги. А я уже говорил, что мы окей. Попили кофе, поели гадости на радости. Ну, чё-то. Короче, я не хотел сначала, думаю, Алисе говорю, не будем показывать тарелки. Ну, нафиг, чё, блин. Да это вот так случилось. Нам сказали, что нету, там, того блюда, которое мы хотели. И такие, ну, картошку, я думал, отварную. Три, две. Ладно, ну чё, блин, не страшно. Вдруг, если когда чё-то хотите, прям вот прям хотите, берите и едите. Ешьте и едите. Ну, это было в ритме. Но только ешьте столько, сколько вам хочется, а не... Да. Они, это, полпорции съели, думаете, блин, чё-то тяжко. Но я же купил, надо доесть. Да, да, да. Вот я, например, не доела. Вот, я доел. За Алисой. Своё из-за Алисой. Короче, мы идём в ДНС. Или... Ну да, ну, в ДНС, если сейчас там не будет, то в какой-нибудь другой магазин надо будет защитную плёнку для фальчика купить. Вот. Красный клуб. Бомска раньше было, а сейчас уже нет. Ну, может, уже есть. Может, там, блин, целый год не будет. Блин, вообще. Ребят, скиньтесь с нами на билеты в Бомск. Спасибо. Позже ещё спешусь с вами. Со всеми. Созвонимся, блин. Созвонимся. Ну, чё, что глянцевая стоит? Пофиг. Унбоксинг, анбоксинг пошёл. 35 рублей. Это смешно. И это смешно, что, мне кажется, сейчас будет... Да, не, 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 пойдёт. Она огромная. Уже таких телефонов-то действительно маленьких нет, чтобы плёнка могла бы быть меньше. А раньше вот было, чем меньше телефон, тем лучше. Да, между прочим. Самый первый телефон. Всё наоборот. Когда у меня Samsung Note 2 появился, все такие на работе, на двенашке такие... Ооо, чё за лопата, это же неудобно. А сейчас 5,5 дюймов, это вообще... Сначала 2000-х годов. Да, да, да. То телефоны уменьшаются, а теперь обратно увеличивают. Да. Всё, валим из Икеи. Я думаю, все пробки уже в городе рассосались, и мы сейчас быстро доедем. Я буду верить в это и надеяться на лучшее, потому что хочу уже домой. Хочу домой. Хочу горошу обнять, чтобы она не обоссалась. Ой, нет, невозможно, мне кажется. Ха-ха-ха. У тебя как куколу. Здравствуйте, ребята. Так много часов у вас не было. А почему верцает? Пусть частота не совпадает. Не оба, а тут мне ни в коем случае, может быть, сменуешь. Опа. Так, 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 так. Так, всё, ничего, ничего не знаю. Ничего не происходит. Может быть, можно зайти. Вот что-то всякие вещи надо. Вот подстава-подстав. С самого утра был влог готов, но я не сделал превьюшку, и весь день он провалялся. Я уже уверен, что многие там, где влог, где влог, когда влог? Да, это вот всегда такая херня случается. Маленькая деталь, которая не дает выйти всему влогу. Сейчас выпустится вчерашний влог, а сегодняшний мы будем заканчивать. Клёвый день, офигенные покатушки на матрасах по морю, хождение по морю на матрасе. Вот это не засняли. Хождение, да. Мы вставали на матрасы и стояли на матрасе, пытались удержаться. Это баланс, прям нужно держать, это очень прикольно. Да. Всё, ребят, увидимся с вами завтра. Осталось два рабочих дня. Да, два рабочих дня. А сейчас мы будем приседать и отжиматься. Да, и вообще столько долгов, пипец просто. У нас будет не 30 дней, а 33 дня, мне кажется. Мы будем раскидывать потом все эти долги ищем. На самом деле вот тоже... Хотя плечо заныло. Приседания, блин, после таких этих, как мы там заплывали, что-то как-то приседать вообще не круто сейчас стало. Но мне, кстати, осталось 100, по-моему, приседаний, что ли, или 125 на сегодня. Я-то приседала на пляже. На пляже, на улице. У меня всего 240. 240 отжиманий для сегодня. Сейчас половина одиннадцатого. Да, кто, если что не в курсе, то мы решили устроить себе такой челлендж 30 дней, в который мы будем... Каждый день я буду приседать по 400 раз, а Миша будет отжиматься по 500 раз. Да. Разными способами мы отжимаемся и приседаем на разные группы мышц, то есть на разные пучки мышц. Так, да. Все. До завтра. Покеда! Субтитры подогнал «Симон»!